здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна сегодня мы поговорим о том как получают альдегиды и кетоны в лаборатории и в промышленности альдегиды и кетоны очень важное соединение так как используется на практике из альдегидов получают полимеры лекарства волокна также важными являются и кетоны каким образом мы можем их получить первый способ называется окисление окисление происходит под действием например окислителей таких как кислород перманганат калия и так далее но обычно для получения легкого в лаборатории способа используется окисление с помощью купрум о то есть с помощью медной проволоки прокаленной на огне и так если мы возьмем например этиловый спирт а формула его c2h5oh напомним что в органической химии обязательно принято подписывать все органические вещества это такая обязательная процедура поэтому я прошу вас сделать это также плюс купруму купруму это вещество черного цвета твердая и если мы его будем нагревать вместе вот эту медную прокаленную проволоку вместе со спиртом в результате реакции будет получаться альдегид уксусный альдегид или этаналь а в это время медная проволока становится медью а значит она станет красной и выделяется вода и так если мы хотим получить альдегиды мы можем использовать способ из спиртов можно ли таким путем получить кетоны да можно но для этого вы должны взять спирт у которого группа ваш будет находиться не при первом атоме углерода то есть не из первичных спиртов а из вторичных то есть спиртов у которых группа ваш находится в середине цепи и так для получения возьму пропанол напомним пропан потому что три углерода суффикс ол наличие группу ваш пропанол 2 и мы можем окислить его также купруму и так извините вот сюда вернемся давайте я конечно здесь ошиблась это не этанол а это наль это альдегид уже но а если мы говорим о пропаноле теперь уже мы можем получить кетон и из вторичных спиртов получается только кетоны вот мы получили кетон купру и вода это соединение у нас называется про по нон пропанол 2 или он же ацетон он же ацетон и так первый способ это окисление кроме купру мой я подпишу вот здесь может быть использован окислитель или кислород такой способ называется окисление второй способ это именная реакция называемая реакция кучерова она была открыта русским ученым и используется реакция кучерова для алкинов для алкинов то есть она происходит от алкинов возьмем в качестве примера алкин с тремя связями это первый представитель алкинов называемый ацетилен он же этим и плюс вода напомним что когда идет реакция присоединение воды это гидротация условия реакции наличие катализатора соли ртути поэтому это производство считается небезопасным и температура в результате процесса мы получаем все так же уксусный альдегид или этаналь но он будет единственным продуктом здесь я напишу его название этаналь он же уксусный альдегид но если вы возьмете ближайший гомолог ацетилена вещество у которого будет три углерода здесь мы допишем водород 1 на должно быть понятно так как три связи уже есть одной не хватает здесь не нужен водород и вот здесь три я взяла сейчас для реакции пропин алкин пропин и все также по реакции кучерова прибавляем воду но так как в этом случае используется правило морковникова и водород пойдет туда где водорода больше а группу аж там где и меньше и за счет внутренней перегруппировки так как непредельные спирты неустойчивы в этом случае мы также получим ацетон тогда способ кучерова используется и для альдегидов но правда альдегид вы можете только один получить а для кетонов это все остальные способы это ацетон так третий способ получения это разложение разложение спиртов например есть мы возьмем c2h 5 у аж а для кетонов тогда мы должны взять спирты вторичные то под действием температуры и катализатора платины мы получим все тот же уксусный альдегид и водород правда данная реакция будет являться обратимы кстати именно эта реакция является объяснением почему альдегиды так называются альдеги спирты имеет старое название от арабского алкоголь а реакция дегидрирования то есть если привести это назначая означает спирт лишенной водорода вот так отсюда и происходит название альдегида есть еще способы получения которые мы называем лабораторные лабораторные способы и тогда в этой связи нам нужно взять соединение где есть галоген это будет гидролиз называется процесс и для реакции я сейчас возьму соединение с двумя атомами хлора это будет у нас 1 1 ди хлор это а если бы мне нужно было получить кетон то тогда галоген должен находиться внутри цепи и добавляем например калию аж в результате реакции по действиям температуры калий заберет на себя хлор получаем калий хлор затем на месте группа хлора формируется группа ваш но углерод две группы ваш при себе иметь не может он неустойчив и тогда в результате мы получим все тот же уксусный альдегид но так как хлора 2 перед калий хлор ставим 2 перед калию аж ставим 2 и вода будет одна и мы получили уксусный альдегид такой способ называется лабораторный способ лабораторные способы для кетонов альдегидов будут в этой связи одинаковы и последний способ я хотел бы показать именно для ацетона ацетон получают обычно при взаимодействии гомолога бензола который называется кумул такой способ поэтому называется кумольный вещество это называется изопропил бензол или он называется по старому кумол кумол мы говорили с вами что у альдегид много у ароматических углеводородов сохраненных старых названий и плюс кислород и под действием температуры катализатора мы получаем фенол это кстати тогда получается способом получения одновременно и фенола то есть гидроксильного соединения фенол и все также мы получаем ацетон о котором мы сегодня уже также говорили то есть посмотрите существует множество способов получения альдегидов и кетонов но мы показали с вами основные которые вам нужно будет естественно запомнить ну а на сегодня у меня все надеюсь материал вам был понятен но мы встретимся в следующий раз до свидания